Александр Владимирович, в Ивангороде прошел один из самых главных и масштабных праздников – День города. Как Вы считаете, прошел ли он на должном уровне? Ну, я считаю, что праздник прошел на хорошем организационном уровне, потому что была подготовлена хорошая программа, интересная программа, разнообразная. Нам повезло с погодой, да, несмотря на то, что было жарко, но тем не менее она не помешала всем нашим запланированным мероприятиям, не сбила наши планы и, в общем-то, жителей было достаточно много на всех площадках, которые были в этот день организованы в городе. Ну, и я бы, конечно, хотел в первую очередь поблагодарить всех организаторов, всех участников Дня города, потому что большая, кропотливая работа была проделана. Подошли, как говорится, с душой, постарались его сделать насыщенным, интересным. Ну, и особая благодарность нашим спонсорам, которые откликнулись на наш призыв, помогли нам, помогли финансово. Мы, в общем-то, все запланированные мероприятия провели так, как и задумывали изначально. Александр Иванович, скажите, пожалуйста, а как Вы считаете, вот жители Вангорода, гости, остались ли они довольны? Ну, я за них не могу решать, мы можем узнать это только в общении, но, как бы, та информация, которая у меня есть, которая до меня доносится, что, в общем-то, есть позитивные, положительные отзывы. Я думаю, что к следующему Дню города мы еще будем скрупулезнее и ответственнее готовиться. И я думаю, что следующий праздник еще пройдет более масштабно, более интересно, потому что Ивангород этого заслуживает. В Ивангород состоялся визит губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко. Как Вы считаете, какие положительные результаты достигнуты для города после его визита? Да, для нас это такое, ну, во всяком случае, для меня это, наверное, эпохальное событие, потому что был решен один из сложнейших вопросов, которые уже много лет не могли мы сдвинуть общими усилиями в рамках совещания, которое провел губернатор со всеми заинтересованными сторонами процесса организации пересечения границы Российской Федерации Ивангород-Нарва и был заместитель Палпреда в Северо-Западном федеральном округе. И, в общем-то, найдено компромиссное решение по организации накопителя для транспортных средств, которые следуют через государственную границу. И, мне кажется, действительно, это такой прорывной для города вопрос, который в ближайшее время начнет уже реализовываться. У нас для этого все, в общем-то, готово. Ну и, конечно, я от себя хочу лично отметить и поблагодарить за проделанную работу главу города Ивангорода Карпенко Виктора Михайловича, который, несмотря ни на что, продолжал над этим вопросом работать, обращался во все инстанции, инициировал изменения в законодательство, на всех уровнях говорил об этой проблеме. И, наконец-таки, в том числе и благодаря его участию, благодаря участию администрации Кингисепского района и лично поддержку этого вопроса губернатора Ленинградской области Александра Ивановича Дрозденко, мы этот вопрос могли решить, поэтому я думаю, что город вздохнет благодаря этому решению. И мы уже не только как Ивангород, но и как российская сторона уже перейдем в более цивилизованный подход к пересечению границы и времени ожидания всего транзитного транспорта и грузового, и легкового автомобильного транспорта. Поэтому для нас это, я думаю, что это такое мега-событие, которое, в общем-то, город ждал долгие годы. Александр Юрьевич Дрозденко посетил наиболее такие проблемные места в нашем городе. Какие-то были приняты кардинальные изменения, то есть для улучшения именно которых ждут весь город? Александр Юрьевич, как опытный хозяйственник, ногами прошел, как говорится, ногами прошел по улицам, ногами прошел по нашим объектам. И он был очень недоволен тем, что происходит, в каком состоянии находится город. Город приграничный, город Форпост. И, в общем-то, дал свою оценку. Оценка – это негативное состояние города. Оценку предыдущему руководству администрации Ивангорода. И, в общем-то, для меня это стало отправной точкой для того, чтобы можно было, скажем так, с этого момента мы можем делать дальше отсчет на сторону начала создания условий для более комфортного проживания наших жителей. По итогам этой встречи, и Александр Юрьевич уже об этом сказал в своей пресс-конференции, даны поручения ряду комитетов, которые в ближайшее время, я надеюсь, уже на следующей неделе мы сможем провести первое установочное совещание по разработке концепции развития Ивангорода. Это тот проект, которого в Ивангороде, я думаю, что, наверное, никогда не было. Это полномасштабно, это всесторонний, это действительно капитально, скажем так, не латание дыр, чем, в общем-то, Ивангород последние годы занимался. А это, в общем-то, основная концепция, в которую будут вовлечены все сферы жизнедеятельности нашего города. И коммуникации, и социальные объекты, и жилой фонд, и, конечно же, благоустройство. То, в общем-то, на что в первую очередь обращают люди, которые и здесь проживают, и которые посещают Ивангород, проезжая, либо посещая какие-то исторические наши места. Поэтому за это я хочу сказать огромное спасибо Александру Юрьевичу за такое решение. Мы это решение ждали, мы на него надеялись, но не были уверены, что все-таки у нас это получится. Ну, опять-таки, да, он все увидел своими глазами, здесь не из песни слов не выкинешь, вот как есть, так и есть. В таких условиях живут наши жители. И на встрече, конечно, очень много было вопросов, касающихся именно вопросов местного значения, не вопросов губернатора. Поэтому мы сейчас будем корректировать свои планы, исходя из новых вводных, которые получили. У меня вот тут буквально два листа исписано поручений, которые были даны. Сегодня эти поручения уже пошли частично в работу. То есть, все, что мы жителям пообещали, да, то, о чем разговаривал губернатор с жителями, мы в ближайшее время уже начнем выполнять. Ну и, соответственно, думаем уже о глобальных проектах, которые, я надеюсь, в этом году мы уже начнем реализовать. Потому что некоторые моменты, о которых мы вчера проговорили, мы уже можем в этом году начать. Поэтому мы сейчас, в общем-то, с места в карьер начинаем заниматься уже вопросами, касающимися комфорта проживания в нашем городе. Александр Владимирович, скажите, пожалуйста, сейчас вот есть какие-то максимальные сроки вот именно по благоустройству города? То есть, в течение какого времени люди увидят новый Ивангород? Я могу так сказать. Люди, наши жители увидят изменения уже в этом году. И те объекты, которые мы посещали, они уже находятся в работе, и я думаю, что часть болевых точек, которые есть в городе, они будут сняты уже в ближайшее время, до сентября месяца. Конечно, в глобальном масштабе мы начнем работать уже со следующей весны. Для этого мы сейчас будем заниматься, как уже Александр Ильич сказал, нужно делать проект. Поэтому мы сейчас сосредоточимся именно на этой работе, создавать базу проектов, которые мы можем уже потом запускать в работу. Губернатор пообещал для Ивангорода минимальное софинансирование ряда проектов, потому что действительно бюджет на сегодняшний день не позволяет, скажем так, полноценно участвовать Ивангороду в государственных программах. Поэтому для нашего города, я надеюсь, что будут созданы максимально комфортные условия, чтобы это действительно нас не утянуло, потому что объемы финансирования, они будут достаточно большие для Ивангорода. Скажите, еще, конечно, один из таких вопросов, которых волнует больше жителей Ивангорода. Не боитесь ли вы тех объемов, которые вам достались для работы? Ну, я не понаслышке знаю о том, что происходит в Ивангороде. Сам всегда посещал и люблю посещать, я об этом не раз уже говорил. Поэтому примерно понимал, в какую реку я вхожу. Страха нет, страха нет, есть вопросы к команде, и я думаю, что в ближайшее время будут в том числе и кадровые перестановки. Я этого не боюсь, потому что и этот вопрос тоже проговаривали с губернатором, потому что реализовывать серьезные проекты нужна действительно боеспособная команда, которая готова к этому во всеоружье. Поэтому, возможно, в ближайшее время мы уже эту работу начнем и готовы обсуждать варианты, в том числе и обновление состава работников администрации.